Здравствуйте, в эфире новости в студии Евгений Синебок. 205 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в минувшие сутки в 19 муниципалитетах Югры. В лидерах антирейтинга снова Сургут. Здесь 56 новых пациентов. В Ханты-Мансийске положительный результат. Тесты показали 49 раз, в Нижневартовске 15. На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 44 заболевания сопровождаются пневмонией. Один пациент переносит инфекцию без симптомов. Под наблюдением медиков сейчас находятся 8177 человек. Состояние 86. Врачи оценивают как тяжелое. 52 подключены к аппаратам ИВЛ. Вместе с тем за эти сутки от коронавируса вылечили 190 человек. Таким образом за весь период пандемии в Югре выздоровели 40 тысяч один пациент. В ОКБ Ханты-Мансийска закупили новое оборудование. Для лечения пациентов с тяжелыми формами коронавируса теперь используют кислородно-гелиевую смесь. Раньше ее применяли при бронхиальной астме и хроническом обструктивном бронхите. Гелий делает воздушную смесь более текучей. В результате пациенты тратят меньше сил на дыхание. А кислород проникает в легкие, несмотря на уплотнение. Кроме того, аппарат прогревает смесь до 90 градусов, что позволяет избежать размножения вируса в организме. Если действовать по технологии, то получить таким образом осложнение невозможно, уверяют медики. Достаточно безопасно для пациентов в течение 5-7 минут подышать гелево-кислородной смесью 90 градусов. Иногда люди вот в этих парилках, в саунах сидят по 10-15-20 минут. И, в общем-то, вдыхают этот воздух достаточно спокойно. Он 100-120 градусов без каких-либо проявлений патологического процесса в виде ожога верхних дыхательных путей. Наталья Комарова оценила условия проживания студентов в Ханты-Мансийске. Накануне глава региона встретилась с будущими врачами. Более 500 квартир в новом жилом комплексе окружной столицы передали медакадемии. 34 из них предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще две сотни квартир получил технологопедагогический колледж. Заселиться студенты планируют до 1 февраля. Новый комплекс состоит из двух 25-этажных корпусов. Здесь более 1200 квартир. Их общая площадь 34 тысячи квадратов. Отмечу, что на первом этаже комплекса разместят объекты общественного и учебного назначения. Как рассказал ректор Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, здесь же появятся учебные аудитории, аналог реальной поликлиники. Спасибо, что содействовали к нашему скорейшему переезду транспорта. Это долг был. Я обещала студентам руководства академии, что нужно будет решить обязательную задачку с проживанием для студентов. Обещала. И получилось так, что вы застали. В первые дни года в Югре произошло 4 ДТП с участием детей. В трех из них юные пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. 1 января в Нижневартовске столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали 4 человека, в их числе годовалый ребенок. Сообщает, что в момент ДТП малыш не был надежно зафиксирован в детском кресле, а находился на руках у матери. А в Сургутском районе 9 января молодой водитель превысил допустимую скорость движения и съехал в кювет. Машина перевернулась, в результате чего пострадали пассажиры, среди которых был двухлетний мальчик. Его также перевозили без использования детского кресла. За сутки мошенники выманили у югорчан более полумиллиона рублей. 38-летняя жительница окружной столицы стала жертвой преступной схемы. Злоумышленники представились сотрудниками банка и потребовали оплатить кредит, якобы оформленный на ее имя. Женщина перевела на счет мошенников около 500 тысяч рублей. Кроме этого, житель Кедрового лишился 32 тысяч рублей, пытаясь продать коньки через интернет-сервис. Лжепокупатель предложил ему внести задаток и запросил реквизиты карты, а также коды доступа из СМС. По обоим случаям возбудили уголовные дела. Права дистанционных работников теперь защищает закон. Изменение в федеральное законодательство вступило в силу с начала года. Первое нововведение касается зарплаты. Даже если сотрудник работает дистанционно, его зарплата должна остаться такой же, как раньше. Кроме того, официально работодатель может отправлять сотрудников на дистанционку только на полгода. Продлевать можно только по веским причинам. Например, сложная эпидемическая ситуация с коронавирусом. Кроме того, теперь компании обязаны обеспечивать своих работников оборудованием для удаленного труда. Всего в Югре на удаленке трудятся около 30 тысяч человек. Еще одно важное изменение этого года коснется пенсий. Они вырастут. С января страховую пенсию для неработающих пациентов пенсионеров увеличили больше, чем на 6%. Теперь средний размер страховой пенсии по старости составит 17 443 рубля. Зарплаты также проиндексируют в соответствии с инфляцией. Губернатор Наталья Комарова обсудит с жителями Коголыма реализацию национальных проектов в муниципалитете. Диалог пройдет в онлайн-режиме в аккаунтах руководителя региона в социальных сетях. В частности, речь коснется нацпроектов, демографии, образования, жилье и городская среда, малое и среднее предпринимательство, а также экология. Онлайн-встреча начнется в пятницу в 10 часов утра, а вопросы и предложения от жителей Коголыма принимаются уже сейчас в комментариях к соответствующим постам в соцсетях. Самые актуальные зададут во время прямого эфира. Ответы на них дадут представители органов власти и участники команды «Инцидент». Коммунальщики Сургута вышли в социальные сети, чтобы оперативно реагировать на жалобы горожан. За новогодние каникулы их скопилось немало. Все вопросы были экстренно решены, однако летом коммунальным предприятиям будет чем заняться. Так, например, придется кардинально решать вопросы качества воды в многоэтажках. Жильцы проспекта Пролетарский в первые дни года наблюдали в своих кранах коричневую жидкость вместо чистой воды. Причина оказалась в промерзании труб. После их промывки цвет воды и стал таковым. Городские тепловые сети уже начали решать проблему. Сотрудники устанавливают фильтры на центральных тепловых подстанциях. Когда закончится этап передачи этих сетей, горводоканалом будет рассматриваться с использованием различных федеральных программ для модернизации этих сетей путем закольцевания, чтобы можно было в случае необходимости переключиться на другой ввод и произвести промывку. На сегодня это не всегда получается. В связи с перепадами давления бывает, что подрывает составляющие трубы и все это идет в жилые дома. В Югре стартовал конкурс инициативных проектов. Накануне начался прием заявок. Свои идеи можно предложить до конца января. Проекты опубликуют на портале «Открытый регион Югра». Там же в феврале состоится голосование за лучшие из них. По итогам конкурса города и районы округа получат субсидии из окружного бюджета. Всего между проектами распределят в 115 миллионов рублей. В прошлом году в Югре реализовали более 200 проектов. Общая сумма финансирования составила более 250 миллионов рублей. Из них более 60 миллионов – это средства югорчан и юридических лиц. Югорские спортсмены готовятся к этапу Кубка России по ледовым гонкам. Соревнования пройдут в конце января в Кургане. Им будут предшествовать старты областного кубка в Тюмени. Напомним, что в нынешнем году югорчане уже отличились на этих соревнованиях. С медалями в Нижневартовск возвратились пилоты Максим Удовенко и Роман Клюев. Кроме наших земляков в соревнованиях участвовали спортсмены из Омска, Екатеринбурга, Тольятти и Нового Уренгоя. Многие из них приедут и на Кубок России. Сейчас гонщики готовят к ответственным стартам свои машины. Оборудованы они по специально разработанным стандартам. Конечно, главные гаранты успешного выступления – усиленные двигатели и подвеска. Четко прописаны и требования безопасности. Автомобиль обязательно должен быть оснащен специальным каркасом, сидением особой конструкции и пятиточечными ремнями. Резина горночных авто усеяна полуторамиллиметровыми шипами. Они позволяют удержаться на трассе. Скорость во время гонки порой достигает 130 км в час. В таких условиях важно сохранять хладнокровие. Самое главное для пилота – это не нервничать. Душевное спокойствие, как говорится. Потому что от спокойствия зависит наш старт. Если мы переживаем, соответственно, старт у нас не получается. Организм начинает шалить. Волейбольный клуб «Газпром Югра» взял верх в домашнем матче. В Сургуте наша команда сыграла с нефтяником из Оренбурга. Оба коллектива из нижней части турнирной таблицы устроили настоящую бойню. В первой партии газовики оказались сильнее 25-20. В следующем игровом отрезке оренбуржцы взяли реванш. Далее команды шли мяч в мяч. Если в третьем сете сургутяне взяли верх 26-24, то в четвертой партии команды завершили игру со счетом 29-27. Как итог, 3-1 в пользу наших волейболистов. Пока «Газпром Югра» по-прежнему находится на последней строчке в Суперлиге. Но сургутяне уже приблизились к соперникам по турнирной таблице. Исполнители из восьми стран прислали музыкальный привет Югре. Видеокомпозиции на своем YouTube-канале покажет Ханты-Мансийский театр «Кукол». Послушать экспериментальную музыку из Испании, Португалии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, США, Японии и России можно будет 15 января. Международный музыкальный фестиваль начнется в 8 часов вечера. Завтра, 13 января, в Ханты-Мансийске стартует первенство Югры по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15 и 16 лет. Участники из 11 муниципалитетов встретятся на лыжне в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Соревнования продлятся до 18 января включительно. В программе гонка с раздельного старта свободным стилем, спринт свободным стилем, гонка классическим стилем с раздельным стартом и эстафета. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, доллар укрепился в цене на 64 копейки. Стоимость одного доллара сегодня составляет 74 рубля 51 копейку. Европейская валюта не отстает. Она повысилась в цене на 2 копейки. За 1 евро сегодня предлагают 90 рублей 81 копейку. На этом у меня все. Всего доброго. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин